Ребята всем привет приветствующих зрителей на моем канале вот иду сегодня проведу землянку Уже не было здесь более полтора месяца и по дороге смотрите какую картину я встретил вот эти вот молодые деревья сосны они почему-то обломаны и именно верхушки обломаны как будто кто-то специально тут ходил обломал вон еще одна валяется верхушка вот от этого дерева вон видите обломана вот еще одна ребят напишите в комментариях что это может быть может быть это лоси так ходят все ломают Не знаю но не от ветра же вот так вот они падают обычно от ветра падают большие деревья которые не могут устоять либо сухие деревья Вот снег сейчас более менее держит уже вот теперь прошла какая-то снег был растаявший поэтому сейчас не проваливаешься вот так снег пока остается очень глубоким а вот и следы какие-то Так это лосины похоже следы да ребят вот лосины помет Вот я подхожу к своей земляночке Вот она стоит вот она стоит моя родная привет 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 да тут похоже недавно были гости 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 похоже на животные да следы животного это следы лося Вот такая земляночка Вот тут у нас вот так надо расчистить сейчас и зайти посмотреть что там внутри творится Вот такая вот так вот ка-то Вот такая вот так вот это тоже Вот такая вот такая вот такая вот вот как сказать Вот поэтому я нарушил ка-то Так, ну отлично все, все на местах, все хорошо. Сразу убируется снег этот весь, кто-то не талал. Так, землянка, здравствуй. Ой, какой тут запах классный. Запах сосновых брюйон, древесиной. Так, ну все нормально. Признаков мышей нету, ничего нету. Я думаю, надо будет сейчас свет включить, да показать вам. Краткий обзор сделать. Так, включим свет. Так, лампа заработала, отлично. Так, ну что, смотрим, что вам тут происходило или не происходило. Ну, в общем, землянки сухо по-прежнему. Все нормально, меня это радует. Окно мое, конечно же, менее эффективное. Но, тем не менее, можно выглядеть, посмотреть на улицу, когда закрыта дверь. Хотя бы хоть как-то. Ну, да ладно. Вот тут бы, конечно, мне сделать, забить дощечками все это. Вот этот вот весь обвал. Думаю, может быть, сейчас займусь. Ну, сегодня не планировал работать. Ну, заняться, наверное, и надо. Так. А вообще бы по-хорошему всю лестницу заделать. Но у меня материала уже нету столько. Надо возить. Дальше. Что у нас тут дальше-дальше? Крыша сухая. Все сухо. Здесь пока все сухо. Все нормально. Признаков мышей нет. Тишина. Так, откроем печку. Пусть чуть-чуть протянет. Здесь у нас что? Так, ну, здесь пока не тянет, так как дверь открыта. Вот. Тут все нормально тоже. Ну, в общем, ребят, как видите, пока все нормально. Скоро начнет таять снег. Ну, там уже посмотрим, что покажет весна, как у меня выдержит землянка или нет. Будем смотреть. Ну, я вам все покажу. Я думаю, покажу вам в этой же серии. Так как это будет короткая. Ну, я ее не хочу выкладывать короткой. Будет такая подличная. С двух частей. Сейчас и весной. Так что, ребят, не переключайтесь. Оставайтесь на канале. Ну, а сейчас, думаю, займусь лестницей. Хотя бы вот эту первую ступеньку укрепить, чтобы не обсыпалась сюда. Ну, я думаю, возможно, , Продолжение следует... 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 Ну что ж, наступил апрель, и наступил тот долгожданный момент, когда я подъезжаю к своей землянке, я хочу посмотреть вместе с вами, что же с ней произошло. Бассейн внутри или все сухо? Многие мне комментировали, что я делаю все напрасно, что ее затопят. Туда можно будет приходить на рыбалку. Ребят, хочу сказать, что для меня это тоже секрет. Я сам пока еще не знаю. Пока для меня сохраняется небольшая интрига. Что же с ней все-таки произошло? Ну, как видите, снег еще немножечко остался в лесу. Все нормально с виду. Труба стоит на месте, вентиляцию тоже видно. Кстати, ее надо замаскировать. Слишком палевная она. Вот. Так что я подошел к землянке. Но с первого взгляда тут все нормально. Вроде бы ее никто не посещал. Все, как было, так и осталось. Так что давайте я сейчас буду открывать вот эту дверь. И мы увидим с вами, полная она воды или нет. В общем, хочу огорчить комментаторов. Кто писал мне, что у меня будет тут бассейн. Тут можно будет устраивать рыбалку. Рыбалка отменяется. Вообще. От слова совсем. В общем, ребят, сейчас покажу вам все, что здесь происходит. Смотрим. Спускаемся потихонечку. Сейчас будем все смотреть с вами вместе. Так, заходим в землянку. Отлично. Все сухо. Нигде потеков я не вижу. Так, давайте зайдем. Все отлично. Углы все сухие. Так, проход печной трубы смотрим. Все сухо. Этот угол тоже сухой. Так, где вентиляция, он тоже все сухо. Все нормально. Плесени нету. Самое главное, чего я боялся. Не менее того, что затопит землянку. Ну, ребят, видите сами. Ничего не преувеличиваю. Показываю все как есть. Я рад. Все отлично. Следов мышей тоже не вижу. Нигде. Все как было. Зимой у меня. Так и осталось. Ну, что еще сказать. Добавить нечего. Пишите в комментариях. Как меня затопило. Как я тут бассейн устрою. И все прочее. Все это типа мартышкин труд. Ну, такие комментарии были. Много комментариев по этому поводу было. Всякие разные. Ну, тут говорить нечего. На самом деле, я очень рад. Благодарю то, что вы все комментировали, поддерживали. Конструктивная критика тоже была. Я ее всегда принимаю. Думаю, тоже это как бы правильно. Многие там критиковали меня. То, что я делаю совсем все не так, как надо. Ну, сами видите. Все как есть. Все сухо. Перчатки мои на месте. Как я их ложил в прошлый раз, так и остались. Печечка стоит. Правда, с печечкой мне надо будет что-то придумать. Скорее всего, ее переложить надо будет. Поднять один ряд. Даже два ряда добавить. Топочная камера очень маленькая. Я согласен. Те, кто писал мне про это, я полностью согласен. Не отрицаю всего этого. Потому что я делал это первый раз. Без опыта. Но меня самое главное радует, то, что здесь все сухо. Вот больше всего. Больше всего это радует. Конечно, я не успел еще обшить лестницу полностью. Все, дощечками. Она у меня уже начала тут обваливаться немного. Вот тут вот, видите. Ну, в прошлый раз обвалилась чуть-чуть. Я убрал. Вот здесь немного обвалилась. Ну, видать, когда таяние снегов было, вода все-таки какая-то здесь была. Но до землянки она не дошла вообще. Вот, все сухо. Полностью все сухо. Вот, низ покажу. Вот тут вот у меня бутылки всякие стоят. Так, там тоже все сухо. Вот этот угол был проблемный на самом деле. Но там все нормально. Так, что еще, что еще, что еще вам показать. Давайте полностью низ посмотрим. Вот пол, вот стена. Все сухо абсолютно. В землянке прохладно. Такой небольшой холодильничек, скажем так. Ну, это не беда. Я сейчас печку растоплю. Просушу ее еще разок. Так, дровишек у меня еще осталось. Ну, на пару-тройку топок. Ну, тут уже не беда. Все нарублю, все сделаю. Приготовлю для следующего сезона. Так, ну что, надо занести тогда рюкзак. Разложить столик. Растопить печку. Так, ну, в общем, я очень рад. Я доволен, что ее не затопило. Ну, тут, конечно, ступеньки сырые. Ну, вот. Тут, конечно же, влага просачивалась как-то. Снега очень много было. Потом плюс дожди еще были. Ну, работа тут, в общем, непочатый край. Еще нужно сделать лестницу полностью. Всю обшить доской. Потом как-то придумать дверью входной. Что еще? Вентиляцию нужно замаскировать. Потому что она слишком палевная. Еще раз повторюсь. И трубу надо тоже как-то замаскировать. Ну, ребят, спасибо вам огромное за комментарии. Очень много советов давали. Я думаю, воспользуюсь ими. Я все сделаю по вашим советам. Чуть-чуть прикрою ее. Вот, на самом деле, елка упавшая. Нужно обрубить ветки ей. Чуть-чуть прикрыть эту вентиляцию. Но она действительно прям цветом очень сильно такая. Контраст. Контраст такой сильный. Видно издалека. Так что сейчас, я думаю, ветки немного срублю с этой упавшей елки. И замаскирую вентиляцию. Продолжение следует... Так, это я тоже, думаю, надо открыть. Чтоб света больше попадало. Нет. Хочу показать, как окно. У меня светит. Ну, конечно же, света мало попадает. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Вот. 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 по поводу ваты вот вата вот видите вот она вся сухая ничего она не влажная и не набрала воды вот реально она сухая и вот прям трогаю и так что по поводу ваты тоже думаю вопрос закрыт но буду наблюдать окошечко у меня запотело нужно его протереть чтобы было все четко кстати посмотрим давайте что у меня тут моем потайном месте здесь тоже все сухо все отлично нету никаких признаков воды даже он паучок сидит все нормально его даже паутинку он наплел но отлично конечно мне нужно было сделать такой совочек вставил туда вся зола осыпалась на этот совок вытащил спокойненько и выкинул ну ладно это все со временем сделаю так Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok